По последним данным на Майдан движутся войска. Часть вышла из Крыма, часть уже стоит под Киевом. Около 8 тысяч бойцов находятся в 10 километрах от пригородной полосы. Также есть данные, что 800 собровцев приехали из России, из западного округа. По некоторым данным, около города находятся еще и 20 танков. Четвертый день революционного Майдана. Это маленький революционный городок, обустраивается. Я его застал в воскресенье, когда здесь практически ничего не было. Ни этих палаток, ни вот этих бочек, ни этой вот кухни полевой, где раздают кашу. Здесь было просто очень много людей, сотни тысяч. Сейчас это маленькая крепость. Баррикады, почти человеческий рост, опоясывают вот всю эту площадь, забиты все вот эти улицы. А если войска или полиция соберется штурмовать этот маленький городок противников Януковича, то будут большие проблемы и большие жертвы, потому что все это сломать тяжело. К счастью, никаких движений пока в сторону ужесточения ситуации нет. Но самая большая проблема для митингующих, это, конечно, блокада правительства. Правительство находится вот за этими зданиями. Его успешно блокировали несколько дней. Сегодня правительство заработало, потому что сумели полиция потеснить протестующих, и теперь правительство начало все-таки работать. Но здесь ситуация не меняется, здесь людей становится меньше. Это круглосуточные вообще действия. Здесь и спят, здесь и обедают, завтракают, ужинают, ночуют в захваченной мэрии, захвачен также и дом профсоюзов. Пока все достаточно благостно и не агрессивно. Что будет дальше, покажут, думаю, в ближайшие дни, а может быть, сегодняшняя ночь. Продолжение следует...